Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ведется комплексная работа по снижению смертности на железнодорожных путях. 11 февраля на платформе Кратова прошел рейд с целью предупреждения и снижения травматизма. На этом месте произошло 2 несчастных случая. А за 2020 год на промежутке от Люберец до Куровской произошло 75 несчастных случаев со смертельным исходом. Поэтому такие мероприятия проводятся. Сотрудники администрации, патрульно-постовой службы, административно-пассажирской инспекции и представители РЖД предупреждали жителей Кратова об опасности перехода железной дороги в неположенном месте. С начала года вблизи платформы Кратова уже погибли 2 человека, которые переходили железнодорожные пути в необорудованном месте. В Подмосковье проводятся обследования каждого места, где погибают люди на железнодорожных путях. Целью таких рейдов является определение и устранение недостатков инфраструктуры для предотвращения несчастных случаев вблизи железной дороги. Здравствуйте. Расскажите ребенку о безопасности на железной дороге. Это раскраска. Хорошо, спасибо. Будьте осторожны на переходах. Спасибо. Дает ли это результат, это скорее видно. На прямом общении с людьми, когда они видят, что мы здесь работаем, видят себя и нарушителей по телевидению или печати, я думаю, все-таки это, разумеется, имеет и свою роль, и свое значение. Я обращаю зрителям еще раз, будьте внимательны на дорогах, переходите в правильных местах, в исходных переходах, обеспеченных световой и звуковой сигнализацией, и ни в коем случае не в местах, не положенных для данного управления. Главными причинами травмирования людей на железнодорожных путях является нежелание пользоваться специально оборудованными переходами, хождение по путям в неустановленном месте, использование народных троп при переходе. Сотрудники административно-пассажирской инспекции призывают пассажиров пользоваться санкционированными переходами через железнодорожные пути и соблюдать правила для собственной безопасности. Игорь Чернышев, Дмитрий Курунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».